Кенишемский хлебокомбинат – крупнейшее в регионе предприятие по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Во вторник производства посетил губернатор региона Павел Коньков. Ассортимент хлебокомбината насчитывает более двухсот наименований различной продукции. В последнее время производитель старается удовлетворить даже самого искушенного потребителя. Новую продукцию – это у нас шотландский с черносливом, уже любимый город Костромы, любимый город Иваново. Во всех сетях мы присутствуем. Сейчас вот плюсом Зимгальский, если вы видите, попробовать. Это один из премиум-классов хлебов, который уже мы нашего любимого человека избаловали. Он нужно требовать не просто буханка, а обязательно с чем-то, чтобы с какой-то добавкой. Хлеб на любой вкус и для любого кошелька. Сейчас производство работает всего на 60%, поставляя продукцию в различные муниципалитеты нашего региона и даже соседних. Но при желании, уверен директор предприятия, производительность можно увеличить. Мощности и хватит. Продовольственное подорожание хлеб не обошло. Но на Кенишемском комбинате скачок удалось немного придержать. Рост был в декабре месяце, в конец декабря. Просто, конечно, если периода полугодового периода, где цены росли не просто на сырье, она все, что можно было подорожить везде, все дорожало. И мы уже вынужденно поднимали цену, но, как планировалось по стране, 10-15% мы определенно подняли только на 8%. Социальные хлеба где-то придержали на 5%. Почему? Потому что и сейчас, на данный момент, у нас минимальная цена на социальные хлебы – это Дарницкий. Все остальное, как мелкая штучка, я считаю, это сдоба, там всякие батоны. У нас, конечно же, цены поднялись, ну, как мы и просим. Потому что, ну, как работа ради работы, одним словом. Правда, и у крупнейшего ивановского хлебопекарного предприятия тоже есть определенные проблемы, в частности, со сферой сбыта. Во многих сетевых магазинах продукция комбината представлена, но не в торговых гигантах. С ними договориться сложнее. Объективно говоря, в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, мы в состоянии своим производством хлебом ивановцев обеспечить полностью. И надо единственное, что сейчас позаботиться, чтобы его было удобно купить в самых разных местах, включая и наши, ну, в кавычках, любимые сети. Задача решаема. Цель, которую поставило перед собой правительство региона на этот год – довести показатели ивановской продукции в различных торговых сетях до 40%. Это поддержит местного производителя, да и рост цен поможет контролировать. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова, Кинишма.